Я счастлив тем, что встретил вас, неповторимый и прекрасный, и значит, жил я не напрасно. Благодарю. Волшебный мой романс. Романс — это небольшое по размеру камерно-вокальное произведение. Его создает композитор на литературный текст для исполнения голосом в сопровождении фортепиано, гитары, арфы, камерно-инструментального ансамбля. Романс отличается высоким поэтическим стилем, выразительной мелодикой, совершенным слиянием лирического стиха и задушевной мелодии. Родиной романса является Испания. Именно там, в XIII-XIV веках, в творчестве странствующих поэтов-певцов утвердился новый песенный жанр. Песни певцов-трубадуров исполнялись на родном романском языке. Отсюда и пошло название «Романсы». В России первыми образцами романса можно считать канты, распространенные уже в конце XVII века. А в XVIII столетии стихи наиболее известных русских поэтов Сумарокова, Мерзлякова, Ломоносова сразу же подхватывались музыкантами и распевались певцами-любителями. Эти произведения были рассчитаны на домашнее музицирование, бытование в городских низах. Назывались такие произведения российскими песнями. Чем отличается романс от песни? Грань между этими двумя жанрами не всегда легко провести, особенно если речь идет о ранних романсах. В конце XVIII, начале XIX веков, жанр романса стал одним из выдающихся явлений отечественной музыкальной культуры. Ранние образцы русского романса тесно связаны с народной песней. Благодаря своей задушевной искренности и мелодической красоте лучшие произведения Алябьева, Варламова, Гурилева, Булахова, Дюбюка распевались по всей России. Эти романсы мы называем массовыми бытовыми или любительскими. Камерный или концертный романс писался профессиональными композиторами, предназначался для исполнения профессиональными песцами в концертных залах. Это были высокохудожественные образцы вокального творчества. Такие произведения создавали Михаил Иванович Глинка, Александр Сергеевич Доргомышский, Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Курсаков, Петр Ильич Чайковский. В основном романс представлен такими жанровыми разновидностями, как романс сиренада, романс баркаролла, романс элегия, романс баллада. Романс сиренада – истинно мужской жанр любовно-лирического характера, предназначенный для одного голоса с инструментальным, чаще гитарным сопровождением. Примером такого романса может служить произведение Глинки «Я здесь и Назилья». Песня «Я здесь и Назилья», «Я здесь под окном объята селиря» Романс баркаролла, воспевая чувство радостной любви, создает впечатление легкости, плавного скольжения и покачивания, как бы передающее движение лодки по воде. Ночь весенняя дышала светло-южною красой, тихо бренда протекала серебримая луной, Отражена волной огнистый блеск прозрачных облаков, и восходит пар душистый от зеленых берегов, от зеленых берегов. Романс «Элегия» — произведение задумчивого, печального, созерцательного характера. Такие романсы овеяны грустным чувством, посвящались любви ушедшей или неразделенной, разлуке, разочарованию, одиночеству. Я встретил вас и все былое В отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, И сердце стало так тепло. Романс «Баллада» — это рассказ, развернутое повествование, отражающее не реальную, а придуманную, воображаемую жизнь. Содержание романсов наполнено фантастическими образами и необычными героикодраматическими ситуациями. Бывают и романсы без слов. Их поет инструмент, скрипка, рояль или виолончель, как бы подражающий человеческому голосу. Такие инструментальные романсы есть у Чайковского, Глазунова, Рахманинова, Глиера и других композиторов. «Баллада» — это показывает, что и есть для всех, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И что-то встрепенется в нас ДимаTorzok 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 ДимаTorzok